МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! К вам пришла со своими подругами за настоящим кавказским мужчиной. Моя подруга Виктория и моя подруга Илона. Кристина, 26 лет. 7 лет пыталась привить возлюбленному семейные ценности и даже родила ему двоих детей. Но перевоспитать заядлого гуляку ей так и не удалось. Кристина – стилист-парикмахер и владелица магазина одежды. Посещает всевозможные курсы от эротического массажа до вышивания крестиком. Не мыслит себя без татуировок. Признается, что считает себя легкомысленной. Кристина больше не позволит себе влюбиться в безответственного разгильдяя. Мечтает выйти за обеспеченному мужчину кавказской национальности, которому ей захочется подчиниться. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, девочки. Интересная вы, барышня. 26 лет. Двое детей. Сколько деткам лет? У меня есть старший мальчик, его зовут Данил, 4 годика. И дочка маленькая. Ей в январе будет 2 годика. Да, поздравляю. Какая вы скорая. Девушка достаточно молодая, 26 лет, уже двое, смотри. Двое детей. Ну, молодец, шустрая, конечно, она. От одного мужчины? Да, конечно. От законного мужа? В начале наших отношений мы с ним просто жили гражданским браком. Ну, дети, я не могу сказать, что они запланированы. И в итоге, через 6 лет после двух детей мы решили с ним пожениться. Чтобы что? Таким образом хотели спасти брак? Чтобы попробовать сохранить отношения. А почему не получилось? В итоге год были в отношениях, в замужестве. И через год я просто поняла, что это не мой человек. Чем не устраивал? Разгильдяйством. Хорошо, вы хотите кавказского мужчину? Да, я хотела бы такого самца, мужественного, чтобы он такой был прям семьянин и мог меня укоротить. То есть вот кавказским мужчинам больше делать нечего, как вот укращать русских блондинок, которые хотят самцов. Да, очень легкомысленно она сказала, мне, если честно, даже не понравилось. Ну, вы вообще знаете что-то о кавказских мужчинах? Вы уже дообщались? Ну, я наполовину не русская, поэтому мне... А кто вы? Я персианка. Кто ты? Персианка, персы. А кто у вас? Папа. Персианка, ты чего себе писать? Азербайджан. Да, вы очень похожи на покорную восточную женщину и внешне, и... Только татуировок маловато, конечно, для восточной женщины. Ну, моя профессия мне позволяет быть такой творческой, креативной личностью, поэтому, я думаю, мой мужчина будет доволен. Потому что человек был хороший, а татуировки – это второе дело. Ну, а вы вообще понимаете, да, что кавказский мужчина – это не только прекрасный волосяной шелковистый покров тела, это еще его семья, как минимум, традиции, какое-то его мировоззрение, да, в том числе и на русских женщин с детьми в татуировках. То есть там целый комплекс, вы готовы? Да, конечно, я готова. К чему вы готовы? Я готова к семейным отношениям и быть покорной для мужчины в плане семейных отношений. Придите, мития. Ну, все должно быть взаимно. То есть у меня есть определенные требования к мужчине. То есть если требования будут соблюдены, то я готова этому мужчине. А вы, в свою очередь, ему что, кроме себя прекрасной и двоих детей? Себя прекрасной, детей, уют дома. Кавказских мужчин, восточных мужчин очень волнует прошлое девушки. И даже если оно безупречно, они все равно найдут какой-то изъян, чтобы потом вам вскрыть череп и выпиливать вам мозг постепенно. Я бы не сказала, что у меня какое-то такое в прошлое очень, что можно будет не выпиливать. Нет, вот он, например, скажет так. Вот ты посещаешь курсы эротического массажа. Классно. Тебе зачем? Для него. Скажете. Конечно. Все для мужчины. Я думаю, ему это понравится. То есть его женщина должна быть совершенной и все для него. Да. Ну, пока не убедили, конечно. Она своеобразная девчонка, по-своему видит жизнь. Вот у меня вопрос, Лариса. Я вот тут у вас прочитала, вы такой интересный лозунг представляете, декларируете. Дети счастливы только в семье, где один разгильдяй, и это мать. Как это понимать? Если женщина счастлива, то счастливы и дети, и ее мужчины. То есть источник энергии для семьи, это женщина. То есть мать разгильдяя еще такая. Ну, немножечко. Это пофигистка, забивайка на всех. Нет, мать должна быть счастлива, украшена, одета, обутой, сыта. Как тебе такое заявление? Вот смотрите, Кристина, вы говорите с ваших слов, что вы никогда не были обделены вниманием поклонников. Ну, не буду скрывать. А почему жили с недостойным мужчиной, который просто вас не уважал, не ценил, детей ни за детьми не ухаживал, вы еще и второго родились, зачем-то замуж за него пошли. Вот и логики пока я не вижу. На самом деле, женщина мне, конечно, не должна быть какой-то логичной, но я считаю, что я пробовала, я пыталась, этот человек мне очень нравился, я чувствовала, что я люблю этого человека. Так он просто к вам по-скотски относился? Дети ему более не нужны? Дети нужны мне. И я считаю, что в какой-то степени он тоже любит этих детей. А где дети-то живут у вас? Дети живут со мной, у меня квартира, и сейчас они находятся с няней. Квартира? Вы москвичка? Да, конечно. И у вас свое жилье? Сейчас, да. А родители? Родители живут отдельно. Я живу с двумя детишками, и ко мне приходит няня. Ясно. Двое детей немного отпугивает, но если что, можно с няней оставить. Навсегда. Все равно не могу понять, для чего вам нужен был ваш вот тот мужчина? Хотелось создать семью. Богатый был? Нет. Хотелось создать семью, это было такое, знаете, мебалетное увлечение. Этот человек у меня зацепил с какой-то своей недоступностью. Когда я с ним познакомилась, между нами девочками, он мне не давал. То есть это было... Ты же не отдавался? Не отдавался полностью. Ага. Полностью не отдавался. И может быть что-то во мне такое сыграло, если все раньше были. Вы жили с ним какое-то время вместе, и между вами ничего не было? Немножечко, да, да. Было такое, что мы жили с ним не было. Может быть, вы думали, как вы такая прекрасная, а он вас держит, да? А он мне нет, да. Может быть, он эти... Снежный король. Больной он, наверное. Если, грубо говоря, все богатства мира были мои, то этот человек, он держал меня как-то, знаете, нашел подход, кнопочку мою нашел своей недоступностью. И мне так хотелось его получить. Ну вот уже когда получили, уже когда съели просто столько, от него всякого разного. Как беременность 9 месяцев. То есть мужчина стал для меня, вот если раньше, грубо говоря, все обо мне заботились, а мне так захотелось какую-то быть матерью, наверное, для этого мужчину. Мне прямо и приготовить, и погладить, и дома посадить. Вот смотрите, Крисиночка, вы столько ему прощали, столько терпели, и когда ему однажды выдвинули ультиматум... Он был очень удивлен. Он был удивлен. И что, и это стало последней точкой? Последняя точка, это, наверное, очень было настолько неприятно, что человек отнесся ко мне вот таким образом. То, что он сказал, что твое день рождения дорогая раз в год, так будем праздновать его раз в год, а вот у меня двоюродный брат, с которым я писала в два года на горшке, поеду-ка я лучше к нему на свадьбу. А почему вас не взял с собой? Ну, потому что у меня работы много, и надо как бы тоже няню оплачивать, содержать детей. То есть, нет, он такой предложил, а может быть ты поедешь, а может быть ты не поедешь. Ну, в общем-то, сиди и празднуйся в день рождения. Он вас не любил? Говорил, что любил. То есть непорядочно все-таки, да? Ну, разводиться из-за этого, ну, это тоже глупость. Семью-то надо сохранять. Это значит, человек с характером просто. Да, значит, она не такая уж покорная, как говорит о себе. Ну, вот смотрите, Кристина, он с самого первого дня вам давал понять, что вы ему не нужны. Это была ваша абсолютная инициатива. И когда вы уже к нему пришли, и когда вы с ним целую неделю под одной крышей спали, между вами ничего не было. Вот когда вы уже поняли, что насильно, мил, не будешь, зачем же вот так нужно было настаивать-то? Ну, один ребенок, второй, потом уже и замуж вышли, а все никак. Видимо, она заставила его, как бы, на самом деле, по большому счету. Если 6 лет прошло, она заставила его жениться. А оказалось, не сошлись характерами, как всегда. Вот вы же понимали, наверное, что он не ваш мужчина. Откуда такая упертость-то? Зачем? Вот если видите, что это не ваше, ну и... Хотелось попробовать. А вы вообще во всем такая? Ну, требователь или добивающаяся? Вот, это не добиваешься. Это, вы знаете, вам лучше дать, чем отказать. Вот как было и в вашем случае с вашим мужем. Вот пока на своем не настоите, но уже взрослый, 26 лет, должен понимать, что если не идет к вам в руки, ну, значит, не ваше. И у меня такой момент как раз и произошел, когда я, грубо говоря, стояла на кухне, и я пришла к тому, что хватит быть вот этим самым, лучше отдаться, чем... Вот теперь мужчине, который будет следующий вашей семье, чего не простите точно совершенно? Обман. Вранье. Обман в чем? Если вот он, денежку будет так, это... Нет. Часть вам, часть себе? Нет, ну это, естественно, как бы, грубо говоря, семейный бюджет, то есть мужчина должен все в семью, прежде всего, в семья, дети, дом, жена, то есть... Деньги все должен приносить? Нет, часть себе должен тоже оставлять. Потому что женщина не должна контролировать его полностью кошелек, то есть, как бы, он же должен в себе оставлять что-то. А что не прощу, наверное, вранье, там, если он пошел с друзьями сидеть отдыхать, значит, он сказал, что он пошел с друзьями сидеть отдыхать. А не так, что я задерживаюсь на работе. А вот попросит свести ваши татуировки, сведете? Да нет, это же будет бескожий человек. У нее их сколько у вас? Одиннадцать, двенадцать. Одиннадцать, и мы даже готовы их продемонстрировать, по-моему, нет? Ну смотри, обычно девушки делают татуировки в связи с какими-то своими событиями в жизни. Если их одиннадцать, то посчитай, что за одиннадцать событий за ее двадцать шесть лет произошло. Ты представь, что за события история умалчивает. Покажете, ну хотя бы часть. А где одиннадцать? Крылья я видела. Крылья, да, у меня на спине, у меня на ноге, в принципе. А что-что написано на руке, я не вижу просто. Это на латыни здесь и сейчас. Это мы уже поняли, что здесь и сейчас, иначе смерть. Ой, Кристина, конечно, вы прихорошенькая и все про себя понимаете. Не знаю, как по поводу кавказского мужчины, это уж навряд ли. Хотя они сегодня, обалдев от вашей красоты, татуировок и всего прочего, Я думаю, если это мужчина, то он справится с никого же. Нет, дело не в этом. Конечно, он мужчина. Конечно, мужчины придут сегодня за вас бороться. Но я жила на Кавказе, у меня очень много друзей с Кавказа. Пока я себе это представляю с трудом. Грустан, вот серьезно, мне кажется, она с кавказскими мужчинами мало общалась. Или вообще не общалась. Она, мне кажется, общалась. Ну, не думаю, что общалась серьезно. Ты правильно подметил. Мы друг друга поняли. Наверное, надо посмотреть женихов, чтобы общаться. Наверное, надо смотреть женихов, вот к чему мы сейчас увидим. Да, Роза? Ну, вот помимо того, что детей надо нарожать, имущество надо нажить, все-таки надо еще и так счастливым друг друга сделать. Вот, дорогие женихи, значит, Кристиночка хочет быть счастливым тоже в браке. И вот если она хочет десятую шубу, купите ей эту десятую шубу. А не рассказывайте, зачем ей предыдущие девять. А не то она будет несчастная. Вот, ну, как бы вот такая. Кто согласен выполнять все ваши пожелания и так далее, вот тогда пускай берет. Скажи, пожалуйста, Василиса, есть ли возможность у Кристины осчастливить мужчину, не славянина, так скажем? Я бы сказала, что у Вас есть возможность найти себе мужчину, который будет по характеру, вот ровно тем, каким считают мужчин кавказских. То есть очень активным, напористым, боевым. Но мне кажется, что тут дело не в национальности, а в том стержне внутреннем, который в человеке есть. Я как сексолог считаю, что, возможно, она хочет кавказского мужчину, потому что самой не хватает страсти. Слушай, Гориан. Я хочу сказать, что все люди, родившиеся 12 августа, как Вы, имеют в гороскопе Солнца в соединении со звездой Мирак. Они все любят командовать, они любят, чтобы им подчинялись. И, конечно, в браке Вы хоть и ищете мужчину сильного, на самом деле Вы хотите заправлять сами. И мне кажется, что у Кристины есть принципиальная ошибка в формировании стратегии своей жизни. Вы исходите из того, что хотите получать от жизни удовольствие. Говорите, счастливая мать – это сытая, красивая, одетая, обутая, накормлена. Когда у нее все прекрасно, тогда дети счастливы. Но, на самом деле, очень часто жизнь так не складывается. И если правильно формировать свою жизнь, нужно подумать о том, а что вот Вы будете делать, если Вы не будете? Сыты, обуты одеты, накормлены. Если не найдется мужчина с 10 шубами в придачу. Вот мне кажется, что Ваша ошибка в Вашем плане, что Вы планируете все про 10 шуб, но не планируете, а что, если их не будет? То есть вот как Вы проживете эту жизнь, если их не будет? Ну, как? Что за жизнь тогда будет? Лучше у меня довольно самодостаточный человек, я довольно хорошо зарабатываю, и я могу содержать свой дом. А шуб-то есть? А я мех не ношу. А если через 5 лет Вы не выйдете замуж, Вы сократите желаемое количество шуб до 5? Ну, я думаю, что я попробую это все сделать за год, в течение года. А что, денег нет, что ли, не носишь-то? Я мясо не ем. Она еще и мясо не ест? А как она это будет готовить в восточном мужчине-то? Ну, она готовить же будете? Конечно. Дикая кошка-розгидяйка. Будете готовить? Ну, и у меня мама поучит, у меня мама очень хорошо готовит. То есть Вы еще и готовить не умеете? Нет, я умею готовить, но особо сказать, что я люблю именно стоять у плиты, нет. Вот дает. Все ясно? Поэтому после рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Кристина. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Абсолютно не пугает твой стравтивный нрав, твои татуировки. Как бы я готов в вежевую рукавицу взять и сделать все, что как положено. Спасибо. Проходите. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Это ведущим. Что это? Костинский пироги. Какая прелесть. Спасибо огромное. Боже, боже, боже. Это даже если меня сейчас растерзать, я попробую. Спасибо. С кем Вы пришли? Это мои друзья. Значит, Хаким, Виктория. Дайте посмотрим на экран, пока мы идем. Саслан. 29 лет. Владелец пекарни по производству осетинских пирогов. Танцует лесгинку и любит рукодельничать. Признается, что однажды ни за что ударил человека. Мечтает поскорее закончить строительство собственного дома в Подмосковье. Возлюбленная была готова рисковать жизнью ради него, но уйти от мужа не рискнула. Он надеется, что для Кристины он будет единственным мужчиной. Саслан, даже если Вы не женитесь на Кристине, Вы без куска хлеба не останетесь в Москве никогда. Потому что это вкусно, невозможно. Просто... Спасибо Вам большое. Правда. Вот Вы такой миролюбивый. У Вас такая профессия. Плохой человек злой не может готовить так вкусно. Когда это Вы распустили руки? Когда это Вы смогли подраться? Что это была за история? Нечаянная история. Я думаю, об этом мы не будем рассказывать. Будем. Как это? Будем рассказывать. Ну, ситуация такая. Поехал я в Подмосковье. Думал, прыгнул с парашюта. Сел, значит, в самолет, как джигит настоящий. Но получилось так, что в самолет, когда я сел, посмотрел с высоты, обычно всех скидывают, реально. Ну, я понял, что я не спрыгнул. Решимость оставила Вас так же, как и всех. Вцепился в поручни. И когда инструктор стал отрывать руки... Они меня скидывали, да, я там начал руками махать. Это просто шоу было. Но вообще, я хочу сказать, большого мужества стоит признаться в своей слабости, в своей несмелости. Это единственное, чего я испугался в жизни, там, панические сбрасывали. А вот кавказские мужчины как раз любят немножко приукрасить ситуацию. Не все, но большинство. Скажите, а почему Вас судьба сводила в основном с женщинами-замужними? Замужними? Видимо, судьба моя такая, я даже не могу объяснить сам себе. Зачем я это ем? Рассказывайте. Суть в чем? Значит, был я на свадьбе. Пригласили меня на свадьбу, отдохнули, все. После свадьбы меня пригласили на озеро. И плывет напротив девушка, безумно красивая. Ну, я как все нормальные мужчины, среагировал, естественно. И начал якобы тонуть. Она меня реально стала тащить. Я, естественно, помогал там как-то чего-то. Ну, и Вы после этого поняли, что Вас разлучить невозможно? Ну, когда Саши на берег, выяснилось, что там не только она, но еще и ребенок бегает. Еще и ребенок, еще и водитель там. Вот. И она оказалась замужем. Ну, и где-то полгода общались по телефону, а потом уже стали как-то встречаться, общаться. И муж ее захотел с Вами выяснить отношения с ее слов? Или прямо вот Вам звонила? Нет, с ее слов. Ну, может быть, он муж ничего и знать не стал. Послушайте, это она так уже понимала, что надо заканчивать отношения. Но думает, как бы сказать. Сосланчик, ты знаешь, мой-то хочет с тобой его там уже разобрать. Женишься ты на мне с ребенком или не женишься? Ну, может быть, не знаю. А Вы? Но факт, что я был готов, видимо. Жениться? Нет, не жениться. Вот так вот. Да, 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 да. Нет, не шучу. Нет людей. Нет, жениться, нет, не жениться. Ну, у Вас и другая была девушка, у которой было всегда плохое настроение. Ну, кроме тех случаев, когда Вы дарили вдруг, например, ей ожерелье там. Это было в Осетии, на самом деле. А, то есть из Ваших. Да. Это уже... То есть это меркантильная осетинская девушка была? Не то, что меркантильная. Там это норма, да? Там суть не в этом была. Суть в том, что что-то просто любил ежедневно отдыхать. Может, тоже на крайне плохо показывать. Ежедневно ходить по ресторанам, отдыхать там. Я вот, я вот, знаешь, я вот поражаюсь. Люди ходят, да, и вот ежедневно ходят по ресторанам. Ну, людей хорошо все, походу. Наверное, у меня все плохо в жизни, честно. Ну, я не могу на девушке жениться, которая ходит ежедневно куда-то отдыхать. А вот теперь давайте посмотрим внимательно Кристину. И представим, что Вы ее привозите. Из какого города Вы? Я из Владикавказа. Вот Вы ее привозите в Владикавказ. Я думаю, моя мать была самая счастливая просто. Да ладно, правда? То есть Вас не смущает прошлое? Ни татуировки, ни прошлое. Ничего не смущает? А дети? Дети тоже. Тогда пообщайтесь, а мы пока поедим. Всего приятного аппетита. Спасибо большое. Разведавайте вопросы. Сколько до детей хочешь? Я думаю, минимум пять. Минимум пять? Да. Потянешь? Ты потянешь, но главное, чтобы мужчина потянет. Я стараюсь, конечно. Мне кажется, ее образом жизни, она... Не усилий за пятью детьми. А в каком районе ты живешь? На Каховке. Снимаете? Снимаю, но строю дом в Подмосковье. А когда построите? Я думаю, в этом году уже завершу. Сколько этажей? Два. Два этажа. Большой дом? Да. Для большой, огромной семьи. Огромная кухня для друзей. А у вас родственников много? Очень. Сколько родных сестер? Одна сестра родная и два брата. Младший и старший. А если заловка скажет? С ума что ли, сосланчик? Скажет. Я думаю, не скажет. Мне она не нравится. А если скажет? Если не найдет общего языка? Ну, я думаю, не скажет. Хорошо. Тогда давайте посмотрим на сюрприз. Мои друзья должны для сюрприза переодеться. Прекрасно. Мы пока поедимы. Проходите. Сколько всего отношений у тебя было до Кристины? Я думаю, серьезных три, наверное, отношений. Не серьезных. Я же не могу все рассказать в эфире. Ну, хотя бы примерно. 365 и я сбился. Ого. Шутка. Ребят, сюрприз готов. Я предлагаю вам пройти на сцену. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Красиво танцует, да, парень, смотри, как он улыбчивается, хороший парень. А публику хорошо играет, да? Да, ну, лицо артистическое. А вам как танец? Мне все очень нравится, как национальный танк. Необычно, очень нравится. Спасибо огромное. Проходите, человеком. Ну что, как у нас? Молодцы вы. Вы молодцы, тоже смотрелись, смотрелись неплохо. Илона и Виктория, как вам впечатление? Ну, такой прям серьезный мужчина. Вот мне кажется, Кристине он понравится, потому что он такое прям хочет и детей много, как она хочет этот дом, о котором она всегда мечтала, большой, с двумя двухэтажными. И вы говорите, он такой сказочный. Я думаю, что все-таки это, к сожалению, не тот вариант, который нужен Кристине. Почему? Ну, потому что он не выдержит ее, ее требования, то, что она хочет. Ну, не считая шуб. Нет, нам не нужна такая женщина, если она говорит, что буду покорная, в итоге у нее есть еще какие-то требования, которые ты можешь не выполнить. Девочки, я хочу вам открыть глаза. Вот если вы рожаете детей, да, от мужчины, максимально приложите усилий для того, чтобы эту семью сохранить. Потому что сегодня мужчины, даже не про кавказцев говорю, так-то не разбежались жениться. Просто не разбежались. Если они состоятельные, им хочется познать многое, посмотреть мир, получить какое-то образование, не разбежались жениться. А на девушке, которая уже вот с таким опытом, вот 26 лет, и с двумя детьми, это вы, конечно... У меня подруги-актрисы, красотки, вот такого же возраста, без детей, самостоятельные, с деньгами, с портфолио, со своими квартирами, купленными на собственные деньги, одинокие. Поэтому вы немножечко либо аппетит, как-то так, да, либо требования немножечко поубавьте, и либо объясните, в чем сила и оригинальность Кристины. Про красоту поняли. Что еще? Ну, она очень креативный человечек, то есть, в принципе, она любит постоянно учиться, себя развивать. То есть она, я бы не сказала, что, может быть, она будет сидеть дома, ей нужен какой-то угол. Ну, давайте тогда я просто задаю совсем конкретные вопросы. Вы хорошая мать? Я не могу сказать, что я прям идеальная, хорошая мама, но я все свое свободное время стараюсь проводить с ними. Ну, так как пока работают, очень много, чтобы их можно было сдержать. А вот теперь представьте себе, вот при вашей нехватке времени, ну, если вам верить, да, приходит в вашу семью мужчина, который потребует массу времени. А там еще и другие дети. Кто этим будет заниматься? Домработницы и няньки? Ну, определенное разделение обязанностей, что и будут у домработницы и няни, я считаю, что это ничего страшного. Ну, тогда вы зачем? Вот вы тогда зачем кавказскому мужчине просто? Не будет он терпеть домработницу, которая будет печь осетинские пироги? Не будет. Я просто хочу вам сейчас открыть глаза, я не на пусту миг, я знаю, о чем я говорю. Вот те кавказские мужчины, с которыми я сегодня вот общаюсь в Москве, они работающие, все работают, и жены их пашут. Просто вы даже себе не представляете как. И плюс домашние обязательства, которые не отменял никто, и плюс дети на этих женщинах, на этих мужчинах. Вы немножечко живете в перевернутом мире, в каком-то странном, и представление у вас о счастье совершенно какое-то инфантильное. Я хочу вам немножечко подсказать, что прекрасно быть красивой женщиной, а красивой женщиной позволено больше, чем средней. Но не наш. Не будет он ни шум покупать сказочник. И сомневайтесь, однако, что дом строит он. Вот так попользуется вашей красотой и бросит. Не надо нам. Не поверила тебе, Роза. Не поверила. Хороший молодой человек, но которому узду семейную смогут надеть только его близкие, как-то аргументировав сам, он не станет этого делать никогда. Еще раз повторюсь, дело не в кавказской национальности. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, и Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. Мы передавай поженимся у нас в студии Кристина. Встречайте второго жениха. Здравствуйте, Кристина. Меня зовут Тигран. Если я в тебя поверю, у тебя будет все. Спасибо. Здравствуйте, Тигран. С кем вы? Я с моим другом, со старшим братом Рустам. Очень приятно. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Тигран. 27 лет. Юрист в частной компании. Мастер спорта по карате. Мечтает открыть школу боевых искусств. Предупреждает, что всегда добивается поставленной цели. Признается, что был судим. Тигран добился расположения девушки при помощи цветов и оружия, но как только попал в сложную ситуацию, возлюбленная тут же его бросила. Надеется, что Кристина не способна на предательство. А вы армянин? Наполовину астин. Но отец армянин, так что я армянин. Как мне трудно вас представить, что вы сидели. Не представляете. Вы так об этом говорите спокойно, значит, просто себя не считаете виноватым. Естественно, не считаю. Просто прошел школу, еще одну в жизни. Вам дали три года, и вы отсидели от звонка до звонка? Нет, я вышел условно-досрочно. Скажите, а за что? Покушение на мошенничество. Подставили? Скажем, назовем это так. Вы закончили юридическую академию? Я закончил юридическую академию. Уже после того, как вернулись? Нет, наоборот. Я закончил юридическую академию, пошел на службу государственную, сидел на должности, заканчивал аспирантуру уже, диссертацию защищал, чтобы кандидатом в наук стать. И как раз в этом периоде произошло. Какой ужас. Вот уж воистину отцу моей тюрьмы. Господи, спаси и сохрани. Ну, хорошо, что вам сейчас 27 лет, вас не сломало. Сделал это меня сильнее. Что теперь есть еще и такой опыт. Тигран, дайте о любви поговорим. У вас была девушка, которую вы завоевали при помощи цветов и оружия. Сказали так коротко. Звучит страшно, наверное, да? Интересно, что вначале, оружие или цветы? Вы влюбились, она была студентка. Да, все верно. А вы за ней ухаживали, но она... Ухаживание изначально было сложно, потому что, как любая воспитанная кавказская девушка, сразу подойти к ней, познакомиться и куда-то ее... Да-да, прислушивайтесь, Кристина. Куда-то ее сразу повезти или банально просто провести до дома невозможно. Я бы удивился, если бы я подошел к какой-нибудь девушке и сказал, давайте познакомимся. Она сказала бы, да, для меня это было бы с топом. Вот, поэтому было мне сложно. Вот, встречал после института. Можно подвезти, и даже не так. Я первое предложение сказал, я, естественно, знаю, что ты сейчас мне откажешь тебя подвозить, поэтому давай хотя бы до маршрутки я тебя провожу. Она садилась в маршрутку, я садился в свою машину, ехал за маршруткой. У дома останавливалась маршрутка. Я, перед тем, как открывается дверь, уже стоял у дверей в маршрутке, встречал ее из маршрутки, провожал до дома. Так, неделю-две, пока не согласилась сесть в машину, чтобы сам ее отвез до дома. Это как-то унизительно, мне кажется, для мужчины, вот так вот, таким образом за ней ухаживать. Я заказал что-то одну розу. И вот у вас в одной руке букет, в другой пистолет? Нет, не так. Я отослал эту розу с одной женщиной, которая, даря эту розу, одновременно... Подслушивающие устройства. Ну, что-то в этом роде, да. Я, сидя на работе за своим столиком рабочим, занимался своими делами, одновременно слушал и видел, что происходит. Зачем? Вот. Я дико хотел знать реакцию людей, которые получают букет и не знают от кого. Ну, мнительный парень, видимо, да. Дарят букет, а внутри сюрприз. У тебя в пирогах не было сюрприз уже? Не было. С послушкой. Что-нибудь услышали для себя неожиданное, вот когда подарили букет? Нет, было просто интересно было, кто, что, откуда. Ответов никто не получил, и после этого момента прошло где-то примерно полтора месяца-два, когда я не давал о себе знать. И только потом начался период, когда я вам рассказал про институт. Спиот, протек. И когда она вновь села к вам в машину? Потом уже, когда мы смогли уже нормально видеться, то есть провожать ее до дома, было время пообщаться. В один из прекрасных дней, когда уже сердце не выдержало, я решился на следующий самый серьезный шаг. Вот именно в этот день, сидя у меня в машине, я достал с бардачка свой пистолет, передернул его, положил его на торпеду и сказал, у тебя только одна возможность сейчас от меня избавиться. Больше такой возможности я тебе не дам. То есть застрелиться? Чтобы она вас застрелила. Просто это не всерьез же, просто я этим дал понять, что... А понятно, зачем же ей потом сидеть-то и жизнь молодую будет. Дал ей понять, что таким образом я сделал предложение, дал ей понять, что с тобой и всегда. И она? Заулыбалась, засмущалась, заулыбалась. Естественно, ничего не ответила. Ну, после этих слов, естественно... Стали встречаться? Прозвучали. Люблю, не могу и тому подобное. Хорошо. Предложение не делали? Я купил обручальное кольцо, собирался его делать и как раз попал в момент вот этот служебный, карьерный, сложный, о котором очень нелегко разговаривать, вспоминать. Вот. Но тем не менее. А как она, вот вы сказали, что она не выдержала, не знаю, предала? Нет, я-то скажу так. Судить человека не мне и не вам, не передача. Нет, я не сужу. Я вам вопрос просто задаю. Ее родители отговорили? Как вы считаете? Я не считаю, что мое личное мнение нужно сейчас говорить. Просто ситуация может быть разная. А сейчас она вышла замуж, счастлива, не знаете? Я не знаю. Ну, хорошо, давайте теперь будем говорить о Кристине. У Кристины бурная жизнь, двое детей, большие требования, хочется счастья. Потянете. Если человек достойный, я потяну и не то. Я не считаю, что было в передаче сказано шубы и тому подобное, что это есть правильно. Я это считаю неправильно. А, то есть вы покупать нам не будете? Послушайте. Что девушка должна? Девушка должна радоваться даже одному цветочку маленькому. Так вы ими... Точно так же, как и шубе подаренной. Но дело не в том, что я не должен ей дарить. Нет, я должен дарить. Если человек достойный, я знаю, что для этого человека не шуба, а есть ценность, а есть я ценность, как человек и как наши отношения. Вы будете финансировать нас. Вы даже цветочка нам не принесли. Но что это за женщина, которая ценит мужчину, вымогает здесь цветы. Кто вы-то? Нет. Вести на нее. Она не отмечает. Мне, например, абсолютно все равно. И мое отношение лично никак не меняется к женихам и невестам. Подарили они мне цветок или не подарили. А вот это абсолютно меняет ее. А потом я считаю, что женщина не должна быть удавкой на шее у мужчины. И вообще, мне кажется, ты вредишь невесте, в принципе, вот эту тему десятой шубы, начиная. Нет, если бы она меня невеста убежала, остановилась бы. Я извиняюсь, а почему? А почему? Хорошая тема. Десять шуб, десять шуб. Торгуются за шубы. За шубу речь шла. А у нас же как это? Невеста, кстати, про шубы один раз упомянула, и все. Это все как всегда. Роза вышибает, как сваха. Понимаешь, она для своей невесты приданное вышибает. Тигран, я знаю, что вы какой-то сюрприз приготовили для нашей невесты. Как же без сюрприза. Сейчас мои друзья его продемонстрируют для Кристины. Давайте посмотрим. Спасибо. Красиво танец. Мы лучше танцевали. Да, кстати. Да вы звезды, вы что? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, по программе уходим, собирайся. Там два мэра стоять ждет, мы пошутили по поводу всего. Давай, собирайся, одевайся, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина, а ты еще здесь или уже в Армении? Если здесь, то ходи к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты хочешь разобраться? Нет, ты подумай, я тебе подумаю. Ты же не хочешь разобраться? Или вот этот выбор, что-то тебе нужно это? Нет, но надо же посмотреть следующего жениха. Друзья, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, мачки, еще рано. А вам спасибо большое. Спасибо за сюрприз. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Кристина, где побывали? Горячие мужчины. Так вы о таком мечтали? Ну, он насторожил, на самом деле, если честно. Вот он вас украл, теперь на вас никто не женится. Все? Да, конечно, вы теперь обязаны выходить за него замуж. Украл, женился. Девчонки, как вам? Мне не понравилось. Почему? Слишком он такой, с прошлым таким еще, и напористый очень. Мне не понравилось. Да, ничего, и вообще может не понравиться. Ну, самое главное. Мне трудно себе представить вас с Тиграном. Когда он рассказывал своей девушке, которую он добивался, он с такой гордостью говорил, ну, я даже и не мог бы подойти. Да мне такая девушка даже и не нужна. Если бы я ее пригласила в машину, она бы ко мне села сразу. Я бы с ней не стала общаться. А представляете, сколько у него может быть фантазий в связи с вашим прошлым, с вашей жизнью? Поэтому вы не плохая, не хорошая. Вы чужая. А зачем вам человек с абсолютно другой культурой? Зачем вам стратить жизнь для того, чтобы приноровиться, приспособиться, завивать любовь и уважение, когда, ну, проще со своими, мне кажется? Как тебе, Василиса Тигран? Есть люди, которые пытаются к своей цели идти прямой дорогой, а есть люди, которые выбирают дороги протаренные. Вот жалко только, что прямая дорога не всегда бывает дорогой протоптанной. Тигран из тех, кто пытается путь спрямить, но он в результате все время будет карабкаться через бурелом. Такой уж гороскоп. Ну, хотя, чего мне стесняться, я такой есть. Я предлагаю Кристине встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет, меня зовут Степан. Я пришел убедить тебя, что русский мужчина лучше, чем кавказский. Спасибо. Не разжигайте здесь. Кто лучше, кто хуже. Проходите. Вот. Я вот думал, вот он подойдет ей, да? Здравствуйте, Степан. С кем вы? Это мои друзья Алексей и Вера. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Степан. 27 лет. Сексолог в частной клинике. Гордится тем, что нашел свое призвание. Предупреждает, что имеет скверный характер. Признается, что хорош в постели и имеет бешеную популярность у женщин. Несмотря на все достоинства Степана, возлюбленная завела любовника на стороне. Не смог простить предательство и принял решение расстаться. Надеется, что Кристина не окажется ветреной особой. Ой, просто кавказская пленница. Двое кавказцев и Шурик такой, блондин в очках. Да, смотри, Шурик. Я не могу, Шурик. Шурик. А сладока не хватает. Как вас занесут сюда? Каким ветром? Наша невеста хочет харизматичного кавказского мужчину. Пришел доказать, что русские мужчины тоже. Не хуже. Не хуже, даже чем-то лучше. Ну, при такой-то профессии сексолог. Почему же сексолог? Сексолог. А, кстати, вот вопрос в связи с этим. Вот психологи, это те, кто своих проблем решить не могут, идут психологи. А сексологи тоже с проблемами? Ну, какие-то есть, мы решаем по мере поступления. То есть у вас, ну, как бы была некая проблема, вы решили ее в процессе. Нет, у меня не было проблем с этим. Просто медицина интересная для меня была. Просто он любит на эти темы поговорить. Я тоже люблю. А что с девушкой с вашей? Что за история? Ну, была история, то, что с девушкой встречался и почувствовал, что в отношениях что-то, какой-то холод. Ну, энергетически она стала отстраняться, что-то еще там. Ну, потом узнал, что измена. Узнал из телефона. Прямо взяли телефон? Когда мы были, да, у меня дома, я прям взял у нее телефон, прям при ней. Не как в фильмах там, то, что как-то подсмотрел, потом убрал. Нет, такого не было. Схватили телефон, закрылись в туалет. Да, да. Она кричала, рыдала. А вы прочитали все ее смс? Прочитал смс и узнал, что есть на стороне мужчина. А когда вы вышли, она вам разбила телефон на вашу голову или просил прощения? Нет, и голова, и телефон остались на месте, все в порядке. Какой грубый. Прям взял ее при ней телефон. Решительный. Какой-то он ненастоящий. Как она себя повела? Стала оправдываться, извиняться? Ну, извинялась, оправдывалась, говорила то, что я лучше. Ну, как бы, мне кажется, если девушка уже начала этим заниматься, значит, ей что-то не устраивает. Если ей что-то не устраивает, зачем ее обманывать и себя обманывать? А как же поговорить на эти темы? Вы же любите, это профессия такая. Нет, даже не любите. Я бы сказала так. Профессиональная пригодность это начать исследовать вопрос, понять, почему как-то. Нет, это касается других. Нет, я обсудил, на самом деле, с ней все эти моменты. Выяснилось. Ну, на самом деле, мне кажется, я в каких-то моментах тоже был неправ. Почему вы один? Как вы считаете? Ну, я на самом деле всегда влюблялся, вот если в девушках, то все-таки в душу, а не в тело. Как можно влюбляться в душу, если ты сексолог? Если бы надо было найти красивую девушку, просто обычную, то мне кажется, это легко. Правда? А вы их чем, так сказать, зацепляете? Ну, с собой в первую очередь. Вот видишь, ты человека, первый раз. Общаешься ты с ним, раз, вот его душа. Вас не смущает, вам не страшно, что будет рядом с вами такая красавица. Не будете умирать от ревности. Потому что понятно, что на нее будут обращать внимание всегда. Выдерните. Ну, меня тоже обращают. Думаю, она тоже будет нормальна. Ну, ладно, ну, хватит, Степан. Ну, вы абсолютно с заурядной внешностью, субтильной. Ну, вот я бы не ослепла, увидев вас где-то там в метро, например. Поэтому, ну, уж как-то немножко. Может, вы ходили на какие-то курсы, где вам повышает самооценку. Но на самом деле все очень даже обычно. Где-нибудь в ближайшем Подмосковье получил какую-то корочку за три месяца учебы и считает, что он ас по соблазнению. Вот если, допустим, Кристина скажет, как-то ты знаешь, мне подружки говорят стрёмную твою профессию. Пусть он ее поменяет. Что еще можете? Если есть достойная девушка, ради которой ты хочешь развиваться, стремиться, то добьешься всего. А если девушка какая-то непонятная, которая только ноет, кричит и устраивает сцены и шубу просят. Но как-то никто из сегодняшних мужчин не завелся вот на эту историю. Дом построить, купить 32 шубы, эти проклятые, о которых ты все говоришь, о бриллиантах. Все говорят, полюбите меня прекрасно. Разве это главное? Посмотрите, как я замечательно танцую. Посмотрите, как я пеку пироги, как я разбираюсь в своей профессии. И говорят все, не самое главное, это Кристина. Видите, вас все учат в жизни. Мне кажется, мужчина сам должен инициативу проявлять, а не ждать, пока женщина там ему скажет, купи мне шубу. Он должен сам принести, подарить. Цветы на рубашке. Цветут. Сюрприз показывайте. Кристина, сегодня ты, как настоящая кавказская пленница, тебя уже похищали, а сейчас я выполню роль Шурика и покатаю тебя на ослике. Ух ты! Как у меня дала. Я на ослике. Ох, как он ее приобнял-то за все тело сразу. Ослик. Где-то на белом свете, там, где всегда морозит, против спинной медленно. Какая красота! И на слепо каталась, да? Пантазия, конечно, да. Достаточно забавная. Спасибо большое. Скоро узнаете, кому Кристина выбрала. Замечательный сюрприз. Проходите в комнату. Как вам жених? Как сюрприз? Удивил. Удивил, правда? Да. Кристиночка, как вам? Очень интересный молодой человек, ну, как бы, толком по существу именно, а про семейную жизнь я ничего не услышала, как у нас будет с ним. Она ему нужна 300 лет в обед. Ну да, я как бы не нужна. А тебе как показалось, Рос? Не, ну, Степа хороший, молодой, сейчас профессия сексолог вообще очень даже востребована. Правда, это не за сколько денег получает? Проволчал. Да. Шубами тоже. Сказал, что не это главное. Да. Ну, хоть покаталась на ослике. Хоть одна радость детская. Мечта исполнилась. Молодой, и, конечно, он сейчас не сможет, мне кажется, не заботиться ни о вас, Кристина, ни о ваших детках, потому что он абсолютно занят собой, своей жизнью. Очень себя любит, очень себя ценит за все. ему кажется, он правда скорая помощь всего человечества. Очень нескладно выражал свои мысли, очень вяло отвечал. Посему я делаю такой вывод. Либо у него совсем короткий опыт, небольшой, в общении, да, с людьми, вот, и многое домысленно. Либо-либо, либо-либо, я скажу, что замечательно, что в кабинете сексолога нечего украсть. Ну, или практически нечего, потому что в ближайший год для него это год обманов, возможности обворовывания, каких-то таких случайных потерь, он должен быть на стороже. А наглядное пособие? Ну, если только. Но вообще, Степанов, именно в ближайший год будет вести, вести на деньги и легко. Возможно, будет какая-то убыль, но мне кажется, что наша программа сделает свое дело, если не женить его, то хотя бы его как-то озолотить, потому что у него явно финансовая удача будет просто падать сама в руки. Очень скоро мы узнаем, кого из трех женихов выберет наша невеста. Не пропустите. Девчонки, оправдались ожидания? Честно, не совсем. Но вот я считаю, что все-таки первый вариант. Виктория? Ну, я думаю, из того, то, что есть, я думаю, что первый вариант. По крайней мере, хлеб всегда будет дома. Хлеб? Ну да, дети сыты. Вот, подруги за нас, видишь? Да. Хлеб всеми голова. Ты всегда накормишься, всегда все в дом будешь нести. Кристина, детям два года и четыре года я бы пока повременила и в дом бы никого не приглашала. И, может быть, не загородный мечтала бы заполучить сегодня, а просто бы чуть-чуть бы побольше работала бы, побольше бы времени проводила бы с детьми и осмотрелась вокруг, поняла что-то про себя, потому что мне так показалось, что вы о себе и про себя ничего не знаете. И по-настоящему не знаете и не понимаете, чего вы хотите. Я не видела, чтобы у вас глаз загорелся на Саслана, Тиграна или на Степана. И вот девчонки все говорят, все это не ваши варианты. То есть я могу предположить себе, о чем вы мечтаете, но поверьте мне, сегодня мужчины старше вас, лет на 10, мечтают встретить девочку молодую, образованную, с которой вместе будут дальше жить, работать. Даже если он очень богат, строить вместе, ищет себе пару из своего круга. Все, разобрали богатых, забудьте. Разобрали. Поэтому надейтесь на себя, только на себя и еще раз на себя. Мужчина настоящий, работящий увидит, как у вас горит сердце и глаз, и какая вы умница, умелец, они сами к вам подтянутся, и они сами захотят с вами поделиться. Сегодня была такая ирония по отношению к вашим запросам, что мне просто вас жали, я не хочу вам никого рекомендовать. Нет здесь вашего спортивного принца. Я вам советую повыходить с программы, даже если вы кого-то выберете. Как сейчас ни странно прозвучит, вести веселый образ жизни. Вам помимо воспитания детей нужно для того, чтобы встретить мужчину в жизни, весело проводить время, заниматься спортом. Вам нужно посещать светские мероприятия, вам нужно активно зажигать, потому что ваш мужчина найдется среди большого количества людей. Вы его на темной улице вечером не сможете встретить. Поэтому проводите свободное время, так как душа желает, но и пусть он все-таки вам встретится. Я думаю, вы уже решили к кому пойти. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Марии, 23 года, номер 2993. Бухгалтер в транспортной компании. Воспитывает маленького сына, любит посещать мюзиклы и встречаться с друзьями. Марию привлекают широкоплечие мужчины, любящие спорт и активный образ жизни. Алексей, 34 года, номер 2996. Занимается ремонтом автомашин, увлекается фотографией, следит за новостями прессы и любит путешествовать на автомобиле. Мечтает встретить интересную женщину с мягким характером. Мы не знаем, выйдет Кристина одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Ура! За пироги! За пироги! Мы счастливы, рады. Все, я все брусаю. Пойдем? Берем. Пойдем. Сегодня у нас есть пара Кристина и Сослан. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС именем героя на номер 4151. Я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Сколько мы слышали, как мы знаем ваш голос, никогда не видели. А почему вас прятали-то до сих пор? Ну что у нас татаричей нет? А зачем мне гастролёша? Правильно. Надеемся, что Алексею, то есть мне, ей захочется сказать «да».